здравствуйте дорогие видео слушатели мы с вами продолжаем разговор о счастье такую солнечную погоду декабрьского дня особенно приятно говорить о счастье мы как будто бы погружаемся постепенно в это неизведанное состояние счастье это можно сравнить с тем что если мы представим лето и мы идем по берегу моря наши ноги погружаются в песочек ракушки шелестят и волны окатывает наши ступни такой шум прибоя замечательный и мы идем на нас солнышко греет мы идем по берегу моря а потом мы решили ощутить больше прохлад больше чего-то контрастного и мы углубляемся идем море мы его дальше и дальше постепенно становится более глубоким мы смотрим на дно изучаем его пробую водичку и собственно примерно так мы изучаем счастье мы как будто бы вначале смотрим вокруг а потом сами понемножечку чувствуем счастье да мы можем чувствовать счастье от этого солнечного дня от этой природы от тех наших близких людей которые нам улыбаются мы как-то понимаем что возможно такое состояние когда это ощущение постоянно с нами присутствует мы постоянно чему-то рады мы рады голубому небу мы рады тому что вокруг нас происходит мы рады тому что мы живем каждой минуте жизни мы радуемся да вот такое вот чудесное состояние оно возможно все время хочется улыбаться я наверное сегодня от такого состояния наверное не смогу быть даже серьезно и даже губы невозможно сомкнуть хотя кажется что уже скулы на лице начинают болеть от улыбки но не улыбаться невозможно вот такое состояние счастья и так мы углубляемся в этом море пучину постепенно летний денек и наслаждаемся и так что мы уже прошли мы только начали конечно и мы понимаем глядя на бескрайнее синего моря что это бесконечное изучение и мы тоже можем согласиться о том что изучая счастье мы будем видеть бесконечность бесконечность и так мы говорили о том что у нас есть вера это очень важно у многих уже есть не только вера но и любовь любовь к богу к всевышнему абсолютно я ощущаю такую любовь как благодарность потому что это все настолько сказочно настолько необыкновенно то что создано творцом что я конечно же постоянно хожу с благодарностью я сажусь за стол я благодарю и это первое что я и мы все в семье делаем мы я например возношу вот так руки и благодарю за еду когда мы были моего дяди дядя говорит но мы же сами все добыли эту еду заработали ее причем тут бог я говорю да мы что то делали для того чтобы эта еда оказалась именно у нас на столе но саму еду смотрите говорим вот эта сливка какая она красивая какого она цвета замечательно какого какой она форма замечательно а это яблочко но какое оно замечательное какое оно красивое и размеры такие шикарные и такая кожица и прекрасно и приятно даже в руки взять и так все 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 что на нашем столе все такое чудесно и конечно же это все результат творения нашего дорогого любимого творца и так если мы находимся на этой позиции что мы верим более следующая позиция что мы любим творца ну и конечно же еще следующая позиция это то что мы соблюдаем то что творец сказал нам соблюдать если это христианство то это 10 заповедей моисея тоже заповеди эти же 10 заповедей хотя мы иудаизм не рассматривали но так коснусь нескольких словах я была у иудеев на собрании и слушала как изучается тора потом читала еще о том как именно эта религия относится к семье и что семья должна делать для того чтобы быть сопричастно с иудеев 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 и там говорится что человек только тогда она является является состоявшиеся когда он вошел в бузы брака если человек не является семейным его даже на какую-то серьезную работу не примут, то есть ему не дадут должности, ей не дадут должность, потому что этот человек еще не до конца состоялся. И, собственно, это действительно, я могу с этим согласиться, потому что когда мы от единоличного проживания переходим во взаимоотношения с другим человеком и согласуем свою жизнь с другим человеком, конечно, это более высокий уровень осмысления себя, плюс нужно осмыслить потребности другого человека и не просто любить, просто как бы наслаждаясь. Да, вот, люблю мороженое и наслаждаюсь, вот, мне приятен этот вкус. Или какой-то продукт, я наслаждаюсь, мне приятен этот вкус. Мы же так строим свою жизнь, все время думая о другом человеке. Я вот, например, делаю завтрак. Я бы его сделала для себя вот таким. А вот что бы захотел бы мой любимый человек? Что бы он захотел бы покушать сегодня? Я, конечно, могу спросить, что бы ты хотел. А может быть, в моем случае мне уже не требуется спрашивать, потому что в нашей паре это моя половинка полностью доверяется моим желаниям и вкусам. То, что я приготовлю, то, что мне захочется, то всегда с удовольствием и с радостью воспринимает мой муж. Но это только в моем случае так. В вашем случае это может быть по-другому. Поэтому здесь все индивидуально. Итак, мы говорим о том, что мы находимся в вере в какой-то конфессии, в какой-то религии. И, конечно же, в каждой религии нужно, чтобы люди были счастливыми. В каждой религии человек должен быть счастлив. Бог же всех любит. У Бога много имен. И, конечно же, Он вас любит, нас любит. И независимо от того, как вы понимаете Бога, если вы Его любите и соблюдаете те требования, которые Бог вам предъявляет в вашей религии, и эти требования никоим образом не нарушают счастье других людей, то, конечно же, это очень важно для счастья самого человека. Затем мы говорили о нашем счастье в детстве. Что мы можем вспомнить такого прекрасного, счастливого в нашем детстве? Ну, что-то именно такое великолепное, какие-то праздники, какие-то отношения. Что мы вынесли такого прекрасного из нашего детства? Итак, мы на прошлом нашем видео, когда я рассказывала о своем детстве, я, конечно же, хотела, чтобы и вы вспомнили свое детство. Я думаю, что это обязательно происходило, даже если я бы вам не говорила об этом, чтобы вы бы вспоминали свое детство. Возможно, вы бы сравнивали с моим детством. Но, тем не менее, ваше детство, каким бы оно ни было, оно имело свои прелести. И то, какое ваше детство, насколько оно счастливое, вы можете память об этом нести с тем, чтобы для ваших детей создать детство, может быть, еще лучше. Подумать об этом. Мы говорили об отношениях с родителями. Ну, собственно, более конкретно я рассказывала о любви моего отца ко мне. Это, конечно, замечательно. Я думаю, что в вашей семье тоже вы можете вспомнить, как ваш отец любил вас, как ваша мама вас любила. И вы можете так помечтать, чтобы в вашей семье вы также относились, и, может быть, даже намного лучше относились к вашим будущим детям. Вы, как мама будущая, вы, как отец будущий, относились, любя своего будущего ребенка. Итак, мы углубляемся в наше ощущение любви и счастья, которое у нас есть и которое мы в себе несем. Мы в себе несем дальше. Мы наполняемся этой любовью, памятью о любви, памятью о наших минутах и часах, и годах счастья. Мы наполняемся этой прекрасной, чудесной энергией. И вот с этими мыслями, с этой энергией мы идем дальше, осмысляя, какая наша половинка должна быть. И дальше мы начинаем мечтать. Что мы начинаем, что мы считаем своим счастьем? Это то состояние, которое находится между двумя людьми. Ведь не может быть так, что один человек счастлив, а его пара несчастна. Так не может быть. Не может быть так, чтобы одна ваша пара была счастлива, а вы несчастливы. Это всегда есть обоюдное. Оно как бы объединяет вас в единый шар. Вот вы, ваша половинка, вы счастливы, ваша половинка счастлива. Вы находитесь в этом шаре счастья. Счастье вы себе представляете таким образом, что то, что для вас является счастьем. И пытаетесь узнать, осмыслить, воспринять, а что будет счастьем для вашей половинки. Потому что это состояние должно вас объединить. Каждый из вас делает для другого и делает для себя что-то прекрасное. Автоматически делает прекрасным, счастливым и другого человека. И вот мы тогда подходим к тому, что мы начинаем осмыслять, что прекрасного в нашей вере, которая нас объединяет, создает счастье. Что прекрасного в нашем детстве, которое объединяет нас и дает нам это ощущение счастья. Что прекрасного в наших родителях, которые несли нам радость и счастье. И вот это все с нашей половинкой нас объединяет. И дальше мы начинаем мыслить о том, а что мне нужно для того, чтобы я ощущала счастье, вот, как женщина, с тем, что моему мужчине нужно, и чтобы это нас объединяло. Вот на вот этой ноте вопроса я хотела бы завершить сегодняшнюю встречу. Будем счастливы каждую минуту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!